Продолжаем знакомство с Ava. Ссылка на плейлист со всеми уроками в описании. Сегодня о генерации музыки на основе ваших треков и создании собственных стилей, где вы можете настроить практически все, включая набор музыкальных инструментов. И самое интересное, что нейросеть очень отзывчиво реагирует на эти настройки. Сразу скажу, что не на все, но по крайней мере на инструменты реагирует как на приказ. Будет использовать только их. Итак, приложение под десктоп выглядит так. Оно полностью повторяет интерфейс браузера. Коротко пробежимся по тому, что тут есть в принципе. Тут настройки. Изменить пароль, настройки аудио, которых в принципе нет, ну и сбросить кэш. Тут комьюнити, обучалки, биллинг, если вдруг выберете тарифный план. А, радио. Забавно. Не исключено, что со временем люди нагенерят столько, что сюда будут заходить не для того, чтобы создавать музыку, а чтобы слушать музыку. Тут все ваши треки. И, собственно, Create Track. И четыре возможных пути для его создания. Также композицию можно создать отсюда. Композицию или папку для систематизации композиций. Наверху закладки, где собраны ваши стили, а также ваши референсные треки. Не знаю, как инфлюенс переделать в подходящее прилагательное. Тут настройки по каждому треку. Его можно скачать. Ограничений на количество генераций нет, а вот на скачивание есть. Не больше трех в месяц. Так что не качайте без необходимости. Можно открыть в редакторе. Вот это интересно. Использовать в качестве референса. Но помните, что он вам не создаст дубликат. Это будет творческое переосмысление. Ну, остальное все понятно и наверняка вам не понадобится. Так, давайте добавим этот трек в инфлюенс, то есть возьмем его в качестве референса. Когда трек загрузится в папку, вы можете создать композицию на его основе вот отсюда, находясь в папке инфлюенс. Кстати, переименуем, чтобы не забыть понравившийся трек, и он не затерялся. А так вы можете добавить трек в папку инфлюенс. Выбираем. Тут он спрашивает, знаем ли мы в какой тональности трек, или сделать автоопределение. Не знаем, сделать. Дальше можно взять трек целиком, либо какую-то его часть, если он состоит из повторов. Все. Теперь можно создать новую композицию на основе этого трека отсюда. Или отсюда. Создать на основе референса. И либо закидываем референс, либо создаем на основе существующего. Например, этого. Тут минимальные настройки. Настроение, пусть будет грустное. А ансамбль, кто будет исполнять. Ну, скорее стиль. Там он у нас определил стиль как трап. Трап здесь и выберем. А о том, какая стилистика, он пишет в графе инструментейшн. Тут продолжительность, количество вариантов, выбор тональности, которую лучше не трогать. Он, кстати, ее, скорее всего, изменит и Generate. Минуты полторы он генерил, и результат мне в данном случае не очень понравился. Наверное, не надо было трап выбирать. И переходим к созданию собственных стилей. Один стиль у меня создан. В принципе, любой стиль можно редактировать впоследствии. Но мы создадим новый. Create. Выбираем настроение. Это не суть важно, поскольку настроение вы можете в любой момент поменять вот здесь. Значит, стиль это какая-то чума. Это настолько тонкая настройка композиции, что можно сказать, создать стиль это фактически написать музыку. Здесь вы управляете всем, и я понял, что для объяснения всех тонкостей нужен целый курс. Так вы выбираете инструменты, которых тут невероятное количество. Так их можно послушать. Так вы удаляете инструменты, которые вам не нравятся. А так добавляется новый слой инструментов. И, как ни странно, ударных тут нет по умолчанию в слоях. Их нужно всегда добавлять. Тут это перкуссия. И вы выбираете стиль, и теперь надо накидать сюда, собственно, ударных. Звучат они по-разному, так что накидать лучше побольше. Получится условная установка. Кроме соло-инструментов, можно добавлять сюда спаренные инструменты. Далее паки можно дублировать. Добавлять еще слои и накидывать еще инструментов, а потом указать, какие слои будут в приоритете. Выбрать динамику, в данном случае от нежного к громкому. Можно поставить автомикшер и указать, какой слой приглушить, а какой поднять. Задать тональность. Такт. Гармония. Ну, в общем, окунувшись в создание стилей, я понял, что в консерватории будущего этим настройкам уделили бы семестр. Поэтому даже не буду начинать. У меня нет семестра. Экспериментируйте. Того, что я показал, достаточно, чтобы начать. А дальше методом проб и ошибок. Я думаю, тут надо сидеть месяца три. Так что через три месяца, возможно, сделаю курс. Хотя это вряд ли. Ну, а в следующем видео о том, как писать музыку, вы и это можете здесь делать. И о том, как это все потом сводить с помощью редактора. Все, любите друг друга. Теперь это просто жизненно необходимо. И помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это, говорю вам я, Валуломов и Теплица социальных технологий.